Работники тюрем. Вы встречали заключенного, который совершил ужасное преступление, но при этом был с виду милейшим человеком? Я вел занятия в колонии для несовершеннолетних. Один из мальчиков убил трех человек, чтобы его приняли в банду. Когда его допрашивали, он абсолютно не раскаивался в содеянном. Он был очень милым, вежливым и умным ребенком. Он рисовал для меня маленькие картинки и всегда очень старался при выполнении творческих письменных заданий. У него также было очень хорошее чувство юмора, и он часто заставлял окружающих смеяться и улыбаться. Честно говоря, мне было трудно осознавать, что он был хладнокровным убийцей. Я медсестра в исправительном учреждении. Я никогда не общалась с этим заключенным. Я просто вижу его во дворе, когда прихожу на работу. Он собирает хлебные корки, и я всегда вижу, как он кормит птиц. Птицы доверяют ему и садятся прямо к нему в руки, чтобы поесть. Издалека он выглядит вполне милым парнем, а птицы ведь садятся на руки только диснеевским принцессам, верно? Однажды я застала его в такой момент. Очень жирный голубь приземлился на его руку и наклонился, чтобы поесть. Он накрыл рукой голову голубя и одним движением запястья свернул ему шею. Тело голубя еще извивалось, когда он спокойно положил его в карман, а затем снова протянул руку, чтобы покормить других птиц. Мне сказали, что он собирался приготовить и съесть голубя. Это заставило меня почувствовать себя немного лучше, но все же. Я каждый раз вспоминаю этот случай, когда заключенный пытается любезничать со мной. Я работаю медсестрой в тюремной больнице. Я заботилась о достаточно большом количестве заключенных, которые сюда попадали. Я обычно спрашиваю их, за что их посадили, потому что я любопытная. Один очень приятный парень средних лет рассказал мне свою историю. Оказалось, что они с женой переживали или уже пережили ужасный разрыв. Они уже разошлись, когда кто-то ворвался к нему в дом с оружием и угрожал убить его. Он убил парня в целях самозащиты. Я предполагаю, что у него был пистолет. От нападавшего он узнал, что его жена устроила это. Она наняла киллера, чтобы убить его. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию, он пошел к своей жене и убил ее. Очень дружелюбный парень. Понятия не имею, насколько это правда, но это точно самая безумная история, которую я слышала от заключенного. Мой отец недолго работал врачом в тюрьме, но узнал множество историй о заключенных. Он сказал, что общался с одним парнем, который всегда был дружелюбным и спокойным. У того парня был пожизненный срок, и мой отец спросил, за что его посадили. Парень ответил, что у него был плохой адвокат. Позже мой отец нашел информацию о нем, и оказалось, что он убил собственную дочь. Так что да, никогда не судите о книге по ее обложке. Я играл в софтбол с заключенными в федеральном медицинском центре этого города. Сначала было довольно страшно, но в итоге оказалось, что это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Все были очень милыми, шутили все время, как будто просто играли с друзьями. Трудно было поверить, что они были закоренелыми преступниками. Мы просто все вместе наслаждались игрой. На матче были парни с громкоговорителями, которые комментировали игру. Пока мы играли, они подкалывали всех, кто подходил к ним ближе, чем на 3 метра. Заключенные подходили к нашей скамейке запасных, говорили нам, что они сделали ставки на нашу команду, и они желают нам победы. Давали советы, куда лучше бросать мяч. Типа, этот парень играет круто, а вот этот отстой. Я помню, когда я был отбивающим, кетчер сказал мне отбить мяч в центрального полевого игрока, который был педофилом. Он использовал для этого тюремный сленг, не помню, какое именно слово, и я сразу понятия не имел, что он имел в виду. В общем, обстановка была дружелюбной и веселой, и на эти несколько часов я забыл, что нахожусь в федеральной тюрьме и играю против людей, которые совершали ужасные вещи. Я бывшая сотрудница тюрьмы. У нас был человек, который застрелил одного полицейского и ранил другого в пах. Он засел в лесу как снайпер и расстреливал полицейских прямо через окна полицейского управления. Он был в списке самых разыскиваемых преступников ФБР в течение двух месяцев. Полицейские поймали его, когда он готовился скрыться, взлетев на дельтаплане. В любом случае, он был самым спокойным и воспитанным заключенным из всех, кого я встречала. Постоянно читал, никогда не отказывался от своего часа для прогулок, всегда доедал свой обед и так далее. В общем, я с другим офицером сопровождала его на свидание. Он должен был носить кандалы и наручники с двойным замком все время, когда не находился в камере, даже в душевой. Я поддерживала его за руку и помогала ему идти, чтобы он не споткнулся. Я почувствовала, как у него напрягся бицепс. Он остановился и посмотрел на меня. В тот момент я поняла, что он может одолеть меня без особых усилий, хоть в кандалах, хоть без. Казалось, что ему достаточно было просто чихнуть. Хладнокровный убийца. Я не сотрудник тюрьмы, но работала в психиатрическом отделении. В общем, парень попал в тюрьму и в итоге был переведен к нам. Он несколько раз ударил ножом своего отца и в итоге убил его. Он пробыл у нас около года, так что я видела его 5-6 раз в неделю по 8-14 часов в смену. Он был очень добрым и вежливым. Вы бы никогда не подумали, что он совершил что-то шокирующее. Когда речь заходила о его отношениях с отцом, он говорил абсолютно спокойно и ровно. Никакой ненависти или злости. Но все же он убил его. Если в палате случались драки, он приходил на помощь персоналу и другим пациентам. Не буду врать, он был классный. Я старший офицер в своем отделе и могу с уверенностью утверждать, что такое случается довольно часто. Когда я был новичком, я работал с заключенным, который отбывал пожизненное заключение с возможностью УДО. Ему предъявили многочисленные обвинения в сексуальном насилии и побеги из окружной тюрьмы. Но я помню, что всегда думал про себя, что он выглядит как совершенно нормальный парень. Он не позволял тюремным условиям повлиять на него. Он был одним из работников кухни и всегда выполнял любую работу, о которой я его просил, без вопросов и претензий. Ко всему прочему, он был ветераном войны. Они часто с нашим сержантом, который тоже был ветераном, вспоминали прошлые военные операции. Я видел человека, который вполне мог быть моим соседом, но вместо этого он отбывал длительный срок за такое ужасное преступление. Это было очень странно осознавать. Я медсестра. У нас был 15-летний парень, которому предстояла операция на среднем пальце. Он сломал палец за 3 или 4 недели до операции во время драки в тюрьме. Палец частично зажил, но выглядел очень хреново. Парень был замкнут и отстранен, почти ничего не говорил, но я могла сказать, что он очень боялся наркоза. Я попыталась утешить его. Когда они начали вводить ему анестезию, он начал плакать. Слезы просто текли по его лицу. Я взяла его за здоровую руку и вытерла слезы. Как только он полностью отключился, хирург разве что не проклял меня за то, что я была добра к этому ребенку. Я прямо растерялась. Хирург сказал мне, что этот парень был безжалостным преступником. Что он и его друг ограбили дом одного из его коллег-хирургов. Связали хирурга и его жену и в итоге застрелили ее. Мне сразу же стало еще больше жаль этого парня. Ему было 14 лет, когда он совершил преступление. Просто глупый ребенок. И в итоге они лишили жизни чью-то жену и мать. Теперь он был один и обречен на пожизненное тюремное заключение. Он пытался быть стойким, но до смерти боялся оказаться на операции. В такой момент он должен был быть со своей мамой, которая поцеловала бы его, прежде чем он провалился в сон от анестезии. Но он был закован в кандалы до тех пор, пока полностью не вырубился под наркозом. Я отнеслась бы к нему точно так же, даже если бы заранее знала о его преступлении. Вот что делает меня хорошей медсестрой, а его дерьмовым хирургом. Отдай операцию кому-нибудь другому, если не можешь справиться со своими эмоциями. Я бывший заключенный. Короче говоря, меня приговорили к тюремному заключению за продажу веществ. В тюрьме я познакомился с бывшим профессором экономики из Пенсильванского университета. Он оказался очень милым и приятным парнем, если не обращать внимание на то, что он насмерть забил жену ломом, потому что она подала на развод. Я работала в небольшой тюрьме в Германии. Время от времени, когда другие тюрьмы в этом районе были переполнены, к нам на выходные подсаживали разных постояльцев. В основном это были супруги-абьюзеры, которых запирали в тюрьме на несколько дней, чтобы их благоверные могли спокойно собрать вещи и уехать. Были также буйные пьяницы и тому подобное. Я проработала там 8 лет и могу рассказать про одного преступника, который был нашим постоянным гостем. Ему было около 50 лет, он всегда был хорошо одет, очень-очень дружелюбный, образованный, тихий. Он всегда соблюдал наши правила и в общем был таким заключенным, которого вы хотите видеть, если работаете в подобном месте. Как женщина, я никогда не имела с ним ничего общего, но мои коллеги всегда говорили, что были почти счастливы общаться и работать с ним. Он был сталкером. Объектом его одержимости была молодая женщина из его маленького городка. Он неустанно терроризировал ее на протяжении более чем 10 лет, начиная с подросткового возраста. Тысячи телефонных звонков, писем, попыток проникнуть в дом или квартиру ее родителей, точно не помню, слежка за ней на улицах. Когда это все началось, законы о преследовании были бессильны. В основном они гласили, что пока он ничего не сделал ей физически, арестовать его нет оснований. Я понятия не имею, почему ее семья не переехала из этого города, чтобы защитить ее. В итоге он убил ее. Я был юристом по условно-досрочному освобождению и работал в реабилитационном центре. Я работал с заключенными по программе повторной социализации. Большинство моих клиентов были преступниками, которые совершили тяжкие преступления и отсидели в тюрьме по 20 с лишним лет. Большинство клиентов, на первый взгляд, были прекрасными людьми. Кроме распространителей запрещенных веществ, большая часть моих клиентов, у меня были убийцы, насильники, совершившие серьезные нападения, растлители, несовершеннолетних, а также несколько членов довольно известных банд байкеров. Они совершили несколько ужасных преступлений, но обычно их арестовывали за что-то менее тяжкое. Например, банды байкеров из Индианы занимались мошенничеством с онлайн-казино и угоном автомобилей. Вот за это их и посадили. Должен сказать, что я не помню ни одного клиента, который не был бы приятным человеком. Легко читать их досье и думать, черт возьми, да этот парень просто сумасшедший. Но ты учишься относиться к этому с пониманием и выполнять свою работу по возвращению их в общество. С большинством из них было легко найти общий язык, они были прекрасными людьми. И вы тоже бы так подумали, если не знали бы их историю. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok